Всем привет! С вами Russian with Dasha, и сегодня у меня в гостях Анастасия с канала Russian with Анастасия. Мы встретились в городском парке, чтобы записать два видео для вас, поэтому переходите после просмотра на канал Насти, чтобы посмотреть вторую часть. Мы будем говорить о подкастах. А здесь я бы хотела, Настя, спросить тебя о твоём опыте встречи с позитивными и негативными комментариями. Во-первых, скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже ведёшь свой канал? Ну, я его веду 6 лет, примерно. Это очень давно, мне кажется. Я начала очень давно, но серьёзно относиться к нему я стала. Мне кажется, 4 года где-то назад. То есть 4 года я его веду уже с чувством, с такой ответственностью. Я купила микрофон, я начала записывать более качественный звук. То есть 4 года, можно сказать. Тебе вообще часто приходят негативные комментарии? Бывает, да. И мне кажется, даже раньше было чаще, чем сейчас. Думаю так. А как изменилась твоя аудитория? Я знаю, что раньше ты записывала видео про финский язык, да? Да. На самом деле, эта история такая, что канал я завела, то есть канал я начала на YouTube вести для тех, кто изучает финский. Но очень много было негативных комментариев, связанных с тем, что финский не мой родной язык. И вот только поэтому я решила вести канал для тех, кто изучает русский. Я думала, что если я веду уроки, я записываю видео про свой родной язык, то тогда точно не будет негативных комментариев. Но я ошибалась. Конечно, негативные комментарии есть всегда. И дело не в том, твой родной язык это или нет, то, что ты преподаёшь. Но да, аудитория изменилась. Но это не значит, что нет негативных комментариев. Они есть всегда. Какое видео вызвало наибольший общественный резонанс? Какое видео выбесило всех? Выбесило прямо? Ну вот, например, не так давно у меня было интервью с молодым человеком, который в Беларуси живёт, но он родился в Турции, там путешествовал по разным странам. И говорит он как носитель, совсем без акцента. И вот там многие писали, что это не считается, что он иностранец. То есть вот этот ролик был такой очень популярный, до сих пор популярный. На самом деле у меня нет такого, что какое-то видео прямо большую часть комментариев негативных имеет. Такого нет. Просто, видимо, какие-то люди меня, как личность, почему-то не воспринимают хорошо. И они иногда могут оставлять какие-то неприятные комментарии не про конкретное видео, а просто в общем. Понятно. То есть у тебя есть какая-то группа хейтеров, которая постоянно... Видимо, да. А ты их не блокируешь? А, кого-то блокировало, да. Когда начинается совсем неадекватная речь, конечно, могу блокировать. Ну, то есть когда уже начинается ненормативная лексика, оскорбление прямо, пожелание умереть. Даже такое было? Да, типа желаю, чтобы ты умерла от рака или что-то такое. Кошмар какой просто неадекватный. Причём эти люди находят мои комментарии под другими видео и там комментируют, что я недавно выкладывала тоже в инстаграме, что вот, это Анастасия выкладывает свои комментарии под чужими видео, чтобы только свои скучные видео продвинуть. На самом деле все её комментарии бесполезные, бессмысленные. Вот, например, такое. Ведь нет... Понимаешь, не лень человеку такое писать и время тратить на это. Вот меня что всегда удивляет. Да, мне кажется, таким людям просто нечего делать. Так, у меня комар на лбу. Да, у меня было видео о песне Манижи, Russian Woman, в котором было какое-то невероятное количество неадекватных комментариев, которые даже сам Ютуб блокировал. То есть я вижу уведомление, что появился комментарий. Я начинаю его читать и понимаю, что там чушь и ненависть, и расизм. Нажимаю, чтобы заблокировать, и я не могу его открыть, потому что Ютуб уже сам заблокировал этот комментарий. Но да, вот видео с Манижей получило очень много негатива именно от носителей русского языка. И также недавно у меня было видео с Кевином, немцем, моим учеником, с которым мы ездили в Выборг. И мы показали разрушенные улицы Выборга, после чего получили комментарии от людей, которые сказали, да финнам он никогда не достанется, да нужно разрушить вообще всё финское и шведское наследие. Это был, конечно, полный трэш, да, как говорится. Не русское слово, как можно заменить трэш? Кошмар. Кошмар, да, ужас. И, конечно... Это неадекватные просто, мне кажется, вещи люди пишут. Да, и я просто всех блокировала, потому что нет места в таком видео, нет места фейту и ненависти, и тем более воспоминаниям о войне или там о том, как фашисты относились к русским людям. Блин, это мой ученик, который любит Россию, любит русский язык, и зачем Вы пишете ему негатив? Мой любимый, самый любимый комментарий на первом видео по русскому, для beginners, то есть там просто алфавит, если я правильно помню, и там один русскоязычный, я думаю, может быть, даже русский человек написал, да какая ты русская, у тебя монголоидный череп. Кошмар какой! Это моя самая любимая, вот, я его не удаляю, потому что меня это сейчас уже веселит, это просто вызывает улыбку. У меня... Я перестала реагировать так сильно, наверное, вот на абсолютный неадекват. То есть я делю комментарии на абсолютно неконструктивная, неадекватная критика, так скажем, и адекватная критика, когда говорят про плохой звук или про то, что субтитры я раньше писала не ютубе, а внутри видео, и они были без обрамления вот эти, то есть их иногда было плохо видно. Вот такие вещи я воспринимаю нормально. Но еще интересно, что иногда комментарии пишут коллеги, то есть тоже преподаватели русского языка, возможно, они никогда в жизни не вели, скорее всего, они никогда в жизни не вели канал или там инстаграм, и они просто решили, что они обязательно должны сказать о том, что им кажутся мои вопросы в интервью не очень хорошими, что я скучная как ведущая и так далее. Я думаю, это просто зависть, честно говоря. Это просто зависть тому, что я смелая и начала это делать, а они, может быть, когда-то хотели и не сделали, а теперь находят как бы вот эти вот минусы во всем. Да, еще забавно, когда коллеги находят ошибки в видео. Конечно, одно дело, когда ты говоришь с учеником, когда ты обдумываешь все свои фразы, другое дело записывать себя на камеру. Это совершенно разные вещи, и каждый раз, когда я записываю себя на камеру, я начинаю в голове примерно представлять, что я хочу сказать, но то, что вылетает из моих уст, иногда не соответствует тому, как я представила это. Ошибки бывают? Ошибки, конечно, бывают просто от невнимательности или от того, что торопишься, какие-то делаешь ошибки, да. И эта женщина, помню, она вот в ней конкретные ошибки указывала из конкретных видео, то есть из разных. Тоже ей не лень было это все посмотреть, запомнить, может быть, даже выписать. И я, конечно, понимаю, что неправильно делать ошибки, когда ты преподаешь этот язык, но спонтанная речь – это спонтанная речь. И в этом суть, мне кажется, в этом как раз прелесть того, что иностранцы могут услышать спонтанную, неподготовленную, живую речь. Разумеется, она не должна быть полная вот ошибок, нет, но спонтанная речь, да, она может быть с оговорками. Да, я ещё очень люблю комментарии в стиле «милочка» или там «let me explain». Есть в английском такое слово «mansplaining». Слышала когда-нибудь? «Mansplaining» – это когда мужчина пытается объяснить что-то женщине по теме абортов, например, по теме, как должна выглядеть женщина и так далее. То есть мужчина пытается навязать своё мнение о чём-то, в чём он вообще не может быть эксперт. То есть он, например, не может решать, должна женщина сделать аборт или нет, как должна женщина краситься и так далее. И я очень, в кавычках, люблю комментарии в стиле «mansplaining», когда мужчина пытается что-то мне объяснить. И у меня даже был такой один подписчик. Например, в видео с Манижей я сказала, что считаю неправильным задавать женщине вопрос, почему у неё нет детей, когда она захочет иметь детей и так далее. И он мне пытался доказать, что ничего хорошего в том, что у женщины не спрашивают о детях, нет. Он мне скинул видео о том, как девушке было больше 30, она не имела детей, и как её жизнь была полна сумбура и безответственности. И я говорю, ну, при чём здесь это? Этот человек никак не связан с моим вопросом. Я говорю только о том, что не стоит навязывать своё мнение. И он пытался там, о, dear, let me explain и так далее. И когда я ему указала, чувак, «mansplaining detected», то есть это была как шутка, я нашла, что ты, вот, пытаешься меня учить. Он ужасно оскорбился, послал меня куда подальше, сказал, что я arrogant bitch. Вот, ну, в общем, да, это было очень забавно, но я к чему всё это? Не всегда автор видео хочет знать ваше мнение. Конечно, если человек задаёт вопросы, пожалуйста, поделитесь своим мнением, что вы хотите сказать, что вы думаете об этой проблеме, да. Но если вы пытаетесь прокомментировать его внешний вид, его какие-то высказывания, причём так, что я знаю лучше тебя... Ну и сразу с оскорблений вообще начинать, но это просто некрасиво, и это показывает больше ведь того, кто комментирует, а явно не того, о ком этот комментарий. Поэтому нужно всё-таки оставаться людьми, так скажем, в первую очередь, и, ну, стараться показать себя, что ли, тоже, показать себя с лучшей стороны, а не начинать вот тут учить других, особенно когда не спрашивают, ты правильно сказал. Да, да. Даже когда спрашивают, нужно быть корректными, естественно. Какие советы ты можешь дать людям? Например, сейчас очень много тех, кто изучает русский язык и хочет делиться своим прогрессом, и хочет, например, записывать видео для русскоязычного ютуба. То есть это какие-то полиглоты или просто ученики, которые хотят говорить по-русски. Какие ты можешь дать, ну, может быть, рекомендации, советы людям, которые вот собираются завести канал, на что стоит реагировать, на что не стоит обращать внимание? Ну, во-первых, нужно понимать, что комментарии негативные будут всегда. Даже под видео с котятами они есть. Неадекватные люди, они всегда были, и в интернете они более смелые, то есть, так скажем, процент вот этого неадеквата в интернете, он выше, чем просто вот сейчас мы в саду. Потому что люди становятся смелые, безнаказанность вокруг, да, то есть они понимают, что им ничего не будет, если они какой-то плохой комментарий напишут. Просто быть готовым к тому, что, да, неадекват будет, но просто нужно помнить, что люди, которые что-то пишут, это их. Вот они что-то хотят написать, то, что они пишут, это их, так скажем, продукт, то есть это их подарок. Вы не обязаны его брать, вы не обязаны воспринимать это, обязательно отвечать. Нет, вы можете просто спокойно удалять эти комментарии, если вам хочется. То есть всё равно вот это пространство, ваш канал или ваш инстаграм-аккаунт, это же всё равно ваша комната, да, это гостиная, это не спальная, это гостиная, туда приходят гости, но хозяин всё равно вы, и вы можете свои правила там устанавливать. Вы можете вообще отключить комментарии, например, в инстаграме тоже, да, под постами теперь можно отключать комментарии. На ютюбе 100% можно отключать комментарии, и, кстати, видео с детьми, у меня есть интервью с пятилетней девочкой, оно, кстати, очень популярное тоже, там отключились комментарии автоматически. Да, потому что новые правила ютюба, да. Да, 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 то есть вы можете это сделать просто для своего спокойствия вначале, но таким образом, конечно, вы не дадите шансу позитивным комментариям прийти к вам на канал и подбодрить вас. Я думаю, что доброжелательных людей, добрых людей всё равно больше, чем тех, кто пишет негативные вещи, поэтому, ну, надо просто понимать, что вы делаете это в первую очередь для себя, например, делиться прогрессом в изучении языка, это очень мотивирует именно себя, что вот я записываю видео, я делюсь, да, негатив будет, к сожалению, да, к этому нужно просто быть как бы готовым. Да, просто ты правильно сказала насчёт комнаты, действительно, это ваше пространство, ваш мир, и вы спокойно можете удалять то, что вам не нравится, и не испытывать из-за этого чувство стыда или угрызений совести. Вы чистите своё пространство и делайте его более здоровым, так скажем, для общения. У меня как-то тоже был случай, когда вот это видео с немцем выставили на какой-то форум, видимо, русскоязычный, и оттуда полетел просто неадекват. Я просто всё блокировала. Если это что-то не оскорбляющее моего героя или меня, я, может быть, оставляла, просто чтобы другие могли прочитать и, может быть, тоже захотели откомментировать. Но если это что-то, что оскорбляет, просто чищу, закрываю страницу, удаляю, блокирую. Также, мне кажется, важно делиться своим прогрессом для себя лично, то есть вы будете через год смотреть свои видео и понимать, насколько вы выросли, насколько вы лучше говорите по-русски. И плюс это будет культурный обмен, вы будете таким образом находить новых друзей и заведёте кучу новых знакомств, может быть, делать какие-то коллаборации, видео с другими блогерами. И, наверное, напоследок хочу спросить, а какие самые классные комментарии ты получала? Самые вдохновляющие комментарии для меня — это всегда комментарии от преподавателей, которые используют мои видео и пишут мне об этом. Так что вот второе поколение моих студентов уже посмотрело вот это интервью. Анастасия, мы уже с всей группой или там две мои группы в университете ждут новое видео. Для меня это так ценно, что, получив такой комментарий, я делаю скриншот для себя и скидываю к себе в определённую папку, просто чтобы не забыть, зачем я это всё делаю. Потому что одно дело, когда просто изучающие русский оценили твои видео, а другое дело, когда преподаватели оценили твои видео, они показывают его на большом экране в классе и ещё и дают как домашнее задание, делают к нему какое-то упражнение к этому видео. Потому что вот эти все комментарии от преподавателей, они меня безумно вдохновляют, просто я, можно сказать, летаю. Да, я нечасто получаю комментарии от преподавателей. Я на самом деле всё-таки делаю контент, ну так скажем, для тех, кто изучает самостоятельно. Но я также немного стесняюсь публиковать свои видео в аккаунте, там, допустим, преподавателей, то есть в группах преподавателей, просто потому что я знаю, что иногда моя речь не идеальна, и я не хочу какого-то негатива, чтобы мне написали, что вот, ты сказала, присаживайтесь, а надо говорить, садитесь и так далее. Но мне, когда мне приходят комментарии в стиле, я бросил изучать русский пять лет назад, потому что он был очень сложным, но ваше видео меня так вдохновили, что я снова начал изучение, или там, спасибо за контент, вы показываете Россию. Ну, сейчас уже сложно вспомнить, но я тоже делаю скриншоты всегда, когда что-то приятное получаю. И очень классно, когда люди не просто смотрят, но и пишут слова благодарности, это очень вдохновляет и заряжает. Так что, знайте, все ваши комментарии под видео и в Инстаграме, например, они на самом деле очень помогают нам, создателям этого контента, продолжать делать своё дело. Да, и также, если у вас какие-то есть предложения, что бы вы хотели увидеть, какой контент вам нравится, обязательно пишите, не стесняйтесь, потому что важно, чтобы наши видео смотрели. Не просто мы их делаем так, я вот сегодня это хочу показать, завтра это, а, конечно, нам хочется, чтобы наши видео были актуальны для вас. Да, согласна. Какое-нибудь пожелание давай оставь, пожалуйста, нашим зрителям. Всегда, когда вы комментируете, не только наши видео, а какие-то другие в интернете, если вдруг вам хочется написать что-то негативное, два раза подумайте. Один раз напишите. Да, подумайте, спрашивали ли меня об этом, и второе, а хочу ли я это услышать сам, да, и может быть вам не захочется это писать. Ну и вообще, мне кажется, счастливые люди всякое говно не пишут. Это как hurt people, hurt people, да, то есть те, кто сами несчастные, обычно стараются как бы сделать других несчастными, и это на самом деле грустно, когда ты видишь, сколько боли внутри у человека, который начинает тебя, незнакомого ему человека, вдруг оскорблять в комментариях. Поэтому, да, два раза подумайте, прежде чем что-то такое написать. Да, и несите позитив, хорошую энергию и приятные эмоции другим людям. Настя, большое спасибо. Спасибо тебе за то, что пригласили. И я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Транскрипции с параллельным переводом можно скачать на Патреоне. И вот, переходите на канал Насте, у нее очень много интересных интервью. Спасибо. Если вы хотите изучать русский через контент. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok